Компания Google представила недорогой смартфон Pixel 4a. Сочетание цены и характеристик меня радует. Учитывая, что предыдущая версия стоила на 50 долларов дороже, да и в целом Pixel мы привыкли видеть не за эти деньги, компания однозначно сэкономила в некоторых вещах, отсюда и цена в 350 долларов. Сейчас все производители борются за среднебюджетный сегмент. Он делится на два типа. Смартфоны за 200 плюс долларов в базовой версии памяти, такие как Redmi Note 9 Pro например. Или чуть улучшенные модели по типу Mi Note 10 Lite. Такие модели будут стоить дороже, от 220 до 300 долларов. Но в таком сегменте уже можно получить AMOLED дисплей, лучший модуль основной камеры, больший аккумулятор и производительнее процессор. Pixel 4a это нечто среднее, между флагманом и среднебюджетным смартфоном за 200 бачей. В этом году нам показали только одну модель, Pixel 4a. Модель 4a XL вероятно выйдет в следующем году, если вообще выйдет. Смартфон по сути компакт, конечно же по современным меркам. Он получил OLED экран, что не часто встретишь за эти деньги. Чаще всего будет AMOLED. OLED экран размером 5,81 дюйма, разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5 к 9 и плотностью пикселей 443 точек на дюйм. Конечно же есть режим Always On Display, так же как есть HDR, но не 10+. Предлагаю для тех, кто не следит за смартфонами, я буду говорить на чем сэкономили, а на чем нет. Весит смарт 143 грамма, он поддерживает одну сим-карту и поддерживает eSIM. Небольшой вес получается из-за пластмассового корпуса. Из пластика выполнена задняя крышка и рамка смартфона. Стекло экрана всего лишь Gorilla Glass 3. На этом сэкономили, оно будет крайне быстро царапаться. Был опыт. Рекомендую сразу наклеить защитное стекло. Работает он на Snapdragon 730, так же как и Mi Note 10 Lite. Например, OnePlus Nord является более прокачанным смартфоном, так что соревноваться будем с Xiaomi. По сути это его прямой конкурент с одним отличием. Mi Note 10 Lite это трендовый смартфон с изогнутым экраном и ярким внешним видом. Pixel это нечто сдержанное в ниже смартфонов. Что-то типа Volvo в мире машин. Строгий внешний вид, чистый Android без оболочек и с бонусами от Google. Тренды в этом смартфоне конечно же есть. В первую очередь смартфон в отличие от флагмана получил одну селфи-камеру, врезанную в дисплей. Этот тренд полезный. Этот 8-мегапиксельный модуль получил диафрагму 2.0. Есть режим Auto HDR. Второй тренд это блок основной камеры. Он большой и напоминает бюджетные смартфоны Huawei. В смартфоне всего лишь один 12,2-мегапиксельный модуль с диафрагмой 1.7 и оптической стабилизацией. Записывать он имеет в максимальном качестве 4К 30 фпс. Есть также функция Auto HDR. Аналогичный модуль стоял и в пикселе 3А. А вот вспышка обычная. В модели 3А стояла двухтонная с тёплым и холодным светом. Здесь только с одним. Смартфон конечно же не получил слота для карт памяти. Покупая этот смартфон вы получите бонус в виде увеличенного хранилища в облаке гугла. Из приятного. Смартфон избавился от позорных 64 гигабайт накопителя. Когда нет возможности расширить память, это вообще днище. Конфигурация памяти тут одна. 6, 128. Накопитель типа UFS 2.1. На этом не сэкономили. Так же как и не сэкономили на следующем. В смартфоне установили стереодинамики. Он получил 3,5 мм разъём для наушников, Bluetooth 5.1, есть модуль NFC и USB 3.1 с портом USB Type-C. Сканер отпечатка пальцев находится на боковой грани. Встроенный аккумулятор тут на 3100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 18 Вт, то есть Power Delivery 2.0. Смарт будет доступен только в одном чёрном цвете. Без проводной зарядки конечно же нет. А если вы надеялись, то вы вообще размечтались. Итоги. Если сравнивать Pixel 3a и 4a, разница есть. Экран стал лучше. Появилась адекватная замена вырезу. Аккум чуть подрос. Процессор стал быстрее. Изменился тип USB и что немаловажно, вырос объём памяти. Если бюджет позволяет, обновиться можно. Если лишних денег нет, тогда можно и потерпеть до следующего года. В случае если у вас Redmi Note 5, Redmi Note 7, аналогичный Huawei или прости господи Pixel 1, тогда смарт вас точно порадует. По факту, повторюсь, его ровесником должен был быть OnePlus Nord. Но многих может отпугнуть один модуль камеры и менее мощный процессор. Недавно анонсированный iPhone SE 2, который однозначно быстрее Pixel 4a. Но экраном и ожидаемое качество фото и видео он проиграет. Смартфон не на все 100% идеал. Но будем честны, мы привыкли к большим ценам, когда говорим о пикселе. Когда-то давно я пользовался, правда недолго первым пикселем. И тогда он мне понравился. Те, кто пользуются пикселями долго, говорят следующее. Если смартфоном вы остались довольны, тогда смартфон от другого производителя вы точно не купите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!